Добро пожаловать, друзья, на канал InvestHacking. С вами снова я, Антон, и это ваш ежедневный криптообзор. Сегодня понедельник, новый день, новая неделя, новое начало. Мы сегодня, как всегда, посмотрим на движение биткоина, посмотрим на важные уровни, которые биткоин должен уважать, соблюдать, где, может быть, было бы неплохо зайти в лонг. Ну, шортить я на этом канале никому не рекомендую, особенно после пролива на 50%. Поэтому поговорим, может быть, о тех уровнях, где можно было бы забрать профит, если вы активно торгуете. Посмотрим на доминацию биткоина, поговорим о некоторых новостях. Не буду вас сильно перегружать, но там Илон Маска посмотрим, посмотрим Пола Тютера Джонса. В общем, такие новости, которые уже сегодня в понедельник утром, утром по моему времени, доступны нам. Выражу свое мнение. Коротко скажу еще о IDO на Payt. Я о них раньше говорил, и сегодня тоже скажу свое мнение на данный этап. Итак, начнем мы, как всегда, с недельных графиков. Посмотрим, что у нас здесь происходит. И здесь мы видим, что биткоин по-прежнему находится под 20-дневный средний скользящий и над 50-дневный средний скользящий. Прошлая неделя закрылась над важным уровнем в 38 тысяч и даже в 38 600. И мне было интересно вчера наблюдать, как обычно к закрытию недели, у меня это в 6 часов вечера происходит, обычно начинают цену немножечко сбивать. Ну, обычно последний, наверное, месяц-полтора. И вчера пытались, наоборот, подтолкнуть. Такое ощущение, что хотели закрыться над уровнем в 39 500, 39 300. Не вполне закрылись над ним, закрылись ровно под уровнем 39 250. И немножечко я, конечно, поднапрягся, потому что мы видим, что уже сколько? 20, там больше 20 дней, по сути, мы не закрывались над этим уровнем. И в прошлый раз, когда мы закрыли день на уровне 39 000, цена скатилась вниз. И я думал, что, возможно, вчера случится то же самое. Но мы видим, что вступили покупатели, объемы пока небольшие, но уже мы, получается, тестим 200, это получается, да, 200-дневная средняя скользящая. 20 под нами 200-дневную тестим сейчас. И будем надеяться, что мы ее все-таки превратим из сопротивления в поддержку. И вот тот самый крест смерти, про который я начал говорить еще раньше, теперь говорят все, кому не лень. И все-таки не случится, развернется. Для этого нам нужно, чтобы цена забралась за 42 500. Добавлю мои линии, знаю, многие из вас жалуются, что их очень много, но, тем не менее, посмотрите, как они отыгрывают. Я удалил свою такую фиолетовую загогульну, которую я здесь чертил. Можете посмотреть в предыдущих видео, я говорил, что будет пролив. И после этого нам нужно пробить вот этот треугольник. Сначала мы пробили нисходящий тренд, и вчера внимательно мы в чате смотрели за подходом цены к вот этой зоне, да. И красной зоны, которая у меня отмечена, вот здесь закрывался день, да, видите, по времени биржи 0.0. И печально было, что закрылся он под этой зоной. Однако вступили покупатели и смогли-таки протолкнуть цену за нее. Прошли, протестили. И сейчас, на момент записания этого видео, мы тестим уровень в 41, там, под 41 тысячи, скажем так. Так, да, значит, какой план у меня дальше есть? По-хорошему, да, как вы знаете, у меня есть мой лонг, который открыт с, там, 30, я уже даже не помню. Да, все говорит, как ты не помнишь, где открыт твой лонг? Потому что я на него не смотрю все время, но я в телеграм-канале делился своим лонгом. Чуть-чуть мне не дошло, не зацепило мой второй лонг, который стоял на уровне 30 700. Это я хорошо помню. Вот, скину в телеграм, как там поживает мой лонг с уровня, по-моему, 36 или 37. Но, в общем, значит, если сейчас цена не сможет пробить вот этот вот важный уровень, который на тесте сейчас, 41, 42, и спустится под 39, наверное, да, тогда, скорее всего, я закрою свой лонг. Будем считать это неудачным прорывом. Однако, если несколько дней будут закрываться над зоной 39, 100, то лонг я пока подержу. И, конечно, самым позитивным для меня развитием событий, тем, кто лонгует, будет пробой 41, 42, 43. Здесь мы можем добавить нашу среднюю скользящую, да, и потом должен пройти ретест. И если мы пройдем, проретестим и удержим вот этот вот уровень, допустим, в 42 тысячи, здесь я добавлю на свой лонг, то есть те деньги, которые я откладывал на тот лонг 30 700, я вот здесь дозайду и уже буду дальше ждать движения вверх. Это для меня будет означать подтверждением разворота. Можем продолжить наши зоны, потому что они будут иметь значение в будущем. Конечно, у биткоина очень большой еще путь наверх, да, много сопротивлений нас ждет, много линий, трендов, поддержек, сопротивлений. И будем смотреть, как они будут отыгрывать. Вот, ну, уже, конечно, первые следы, первые такие индикаторы движения вверх, они начали появляться. Будем следить, не будем торопиться, не будем форсить себя в позицию. Время есть и у рынка, и у нас, поэтому оставайтесь с нами, не торопитесь, увидим. Значит, доминация биткоина пробила уровень 45, теперь идет, значит, на 46, естественно, и важный для нее будет уровень предыдущий хай 48,6, потом 49. Я думаю, что можно, в принципе, уже сейчас достаточно точно с уверенностью сказать, что мы видим вот это вот только в миниатюре. Да, я думаю, что доминация биткоина продолжит расти, и мы последим, как она будет реагировать на уровень 50, потом, может быть, пойдет на 58. И многие говорили, что вот сейчас начнется опять новый альтсезон, начнется, начнется. Друзья мои, с прошлого альтсезона, вот с этого, мы ждали следующий альтсезон, который многие из вас застали, порядка трех лет. Поэтому не торопитесь, альтсезоны не наступают так часто, как многим любителям альты этого бы хотелось. Возможно, что мы не увидим альтсезона в ближайшие несколько, ну, если не лет, то хотя бы месяцев. То есть, возможно, будут какие-то пулбейки, типа там, после того момента, как биткоин дойдет до 50, он немножечко скатится, и все будут кричать, что это альтсезон. Альтсезон, друзья мои, выглядит именно так, как многие из вас его помнят, когда все, буквально все растет на двузначные цифры. То есть, там, 1-inch к битку, например, сейчас, да, вот, пожалуйста, отрос на 20%. И кто-то может кричать, что вот он альтсезон, а 1-inch отрос. Нет, друзья мои, это не альтсезон, это единичные альты будут показывать хорошие результаты. Почему бы им не показывать какие-то события, какие-то, там, события на уровне токеномики или какие-то, там, запуски проектов. В общем, это не альтсезон, друзья мои, альтсезон, когда все зеленое, да, и в парах к биткоину. Такое бывает нечасто. Вы меня не слушали, когда биткоин падал, альты росли. Я вам говорил, что будьте осторожны, сейчас, ну, не знаю, хотите слушать, хотите нет, я, в принципе, так это говорю для информации. А что вам делать с этой информацией? Дело ваше. Эфир удержался, сейчас штурмует отметку 2558 на битке, повис на тренде, вот на этом вот, и если не удержит. Ну, в общем, 0.06 должен удержать. Возможно, это будет очень хорошая точка входа по эфиру. Если вы считаете, что эфир будет аутпеформить биток, то есть, показывать лучшие результаты, я на это бы не поставил. Я думаю, что биток будет показывать лучшие результаты, чем альты в массе. Не все, конечно, но в массе. Так, ну ладно, по графикам вроде бы разобрались. Илон Маск сказал, что будет принимать биткоины, если криптомайнеры будут использовать больше чистой энергии. Когда будет подтверждено, что больше 50% энергии, которая используется на майнинг биткоина, будет приходить с чистых источников, то Tesla снова начнет принимать биткоины за их автомобили. Друзья мои, ну, это, конечно, хорошая новость. Кто-то будет говорить, что именно она подтолкнула биткоин к росту. Я считаю, что факторов множество. На один какой-то фактор сделать вставку я бы не стал. И хочу напомнить, что Илону Маску нужен биткоин, а не биткоину нужен Илон Маск, потому что он всего лишь один человек. Хорошо, если Tesla будет принимать биткоины за машины. Это хорошо прежде всего для Tesla. То, что они решили их не принимать, это они наказали сами себя. Но мы уже не раз трогали эту тему. Я считаю, что это было сделано для того, чтобы получить грант от правительства. И, возможно, просто у них спросили и сказали, что, ребят, ну, вы же знаете, что биткоин добывается в Китае при помощи угля. Давайте вы не будете принимать битки и получите грант. Ну, собственно, так это и случилось. Ну, да ладно, мы уже не раз об этом говорили. Просто хотел вам принести такой апдейт по этой саге между Илоном Маском и биткоином. MicroStrategy закончила свой 500-миллионовый фандрейзинг. То есть, получили они бабки и сейчас они готовятся покупать битки. Конечно, они будут покупать их не на Binance, нажатием кнопки Market Buy на 500 миллионов долларов. Иначе цена бы улетела в космос. Естественно, я думаю, что даже, ну, я не буду говорить, не хватило бы ликвидити. Возможно бы и не хватило. То есть, биткоин просто пробил бы все стаканы, все сопротивления и улетел бы вверх. Так они делать, конечно, не будут. Зачем им полиции набирать дорогих биткоинов? Они будут делать это, скорее всего, OTC, over the counter. То есть, у кого-то напрямую будут покупать битки в обход бирж. Ну и биржи, у бирж, в принципе, есть тоже OTC-дески. То есть, Coinbase торгует с крупными игроками, такими как MicroStrategy, не на своем, не в своем приложении, не на своей бирже, а просто они там знакомят, грубо говоря, с майнерами или с большими крупными ходлерами биткаф и продают их не через биржу. Хотя, насколько я знаю, OTC-объемы недостаточно большие. Ну, в смысле, достаточно, наверное, большие для 500-миллионовой сделки. Но они, скажем, не увеличиваются, потому что желающих продавать битки на самом деле не так уж и много. И, возможно, часть им придется закупать на бирже. Так что понаблюдаем за движением цены на Coinbase. Можем увидеть интересные всплески, потому что все крупные американские компании пользуются Coinbase для закупки битков на компанию. Вот еще один товарищ, легенда Пол Тутер-Джонс. Он уже раньше говорил о том, что ему нравится биткоин, он инвестирует в биткоин. И сегодня он давал 30-минутное интервью CNBC. Я целиком его еще не успел послушать. У меня, опять же, раннее утро. Обязательно послушаю. Его интересно слушать, когда он говорит. Он рассуждает о инфляции. Сегодня же, по-моему, будет выступать Джером Пауэлл и говорит, что они будут делать с инфляцией, с растущей, потому что инфляция зашкаливает. И вот Пол Тутер-Джонс, забавный момент. Я попытаюсь, найду полное интервью, скину в описании видео. Напомните мне, если забуду. Он здесь говорит, что у него 5% в биткоинах, 5% в золоте, 5% в ресурсах и 5% в кэше. А вот что делать с оставшимися 80%, он не знает. То есть, он будет ждать выступления Джерома Пауэлла и основывать свои инвестиционные решения на том, какой курс примет Федрезерв, что они планируют делать с инфляцией. Он очень хорошо отзывается о биткоине, говорит, что это математика, и что математика существовала тысячи лет, и еще тысячи лет просуществует. Биткоин, как бы, here to stay, никуда не денется. И на цены он особенно не смотрит, покупает по любой цене. Ну, потому что он просто смотрит на десятилетия века. Естественно, ему-то через века уже ничего будет не надо, но такие люди, они строят богатство на поколение, а не на то, чтобы сегодня что-то купить, завтра продать, и на эти деньги покутить. У них немножечко другой взгляд, поэтому они богаты, но все остальные, сами понимаете. Это просто забавная картинка, хотел вам показать. Documenting Bitcoin, кстати, классный Twitter-аккаунт, поможете его последить. Смотрите, так выглядела биткоин-сеть в январе 2010 года. Вот Сатоши Накамото, Sirius, я не знаю, кто такой. В общем, немного транзакций было. А сейчас вот такая визуализация 2 июня 2021 года. Вот так выглядит биткоин-сеть. Ну, я не знаю, правда это или не правда, но, в общем-то, похоже на правду. Вот это, наверное, Binance, я так думаю, да, из него расходится множество транзакций и вообще выглядит очень даже красиво. Кто-то в комментах скинул, что есть еще вот такая штука, так похоже, что выглядит интернет. Ну, не знаю, так это или нет, но прикольно. Быстренько посмотрим на данные на Glassnode, движение биткоинов с бирж. Мне вот это нравится, что цена растет, количество биткоинов падает на биржах. Мы должны видеть продолжение этого тренда. В моменте люди паниковали, заводили битки, продавали, но сейчас тренд, похоже, что ломается и будет количество биткоинов на биржах уменьшаться. То есть, люди будут снимать и складывать их на холодные кошельки. Вот количество ликвидаций фьючер, лонгов мы видим, почти ничего не ликвидировали с момента, там, мая, 19 мая этого года. А вот количество шортов ликвидировали еще как. Можно, наверное, приблизить поближе на месяц. И мы видим, что 9 июня и вчера, естественно, очень много шортов было ликвидировано. Если биткоин продолжит свой такой радостный путь наверх, а почему бы ему не продолжить, то мы увидим еще больше ликвидаций шортов. Происходит шорт-сквиз, то есть, автоматически активируются вот эти уровни ликвидации или стоп-лосса. И когда закрываются или ликвидируются ваши шорты, то они не просто исчезают, повторюсь, а они покупаются. То есть, ваша ликвидация – это ордер на покупку. И поэтому он срабатывает автоматически, толкает цену вверх. Поэтому чем больше ликвидировано шортов, тем дальше полетит цена, грубо говоря, если объяснить это на пальцах. Ну, будем заканчивать сегодняшнее видео. Упомяну о Paid Network. Как вы знаете, я участвую в IDO. И, честно говоря, много раз упоминал, что это неплохая идея инвестировать в токены Paid. И, в принципе, может быть на перспективу. Это неплохая идея. Но, в принципе, IDO выдыхается пока. Сейчас на том этапе, что биткоин сильно просел. Сейчас непонятно, куда пойдет рынок. И последнее IDO, в котором я участвовал, они показывают какие-то совсем небольшие иксы. То есть, буквально последний нефти или как-то так. Какой-то, короче, NFT-проект я купил. У меня еще два билета было. И там, допустим, я вложил 200 долларов. А сейчас эти токены стоят типа 400. То есть, там 2x или 1x, как 1x получается. Поэтому я просто хочу дать вам полный такой хедзап. Потому что я говорил, что покупать токены Paid неплохая идея. Можно заработать иксы. Иксы действительно есть. Но они не такие умопопрончительные, как были раньше. Я думаю, что если рынок войдет опять в стадию роста, придут новички и инвесторы, то, в принципе, тема с IDO может продолжиться. Но будьте осторожны. Цикл вот этот вот. Все циклично. И цикл IDO похоже, что подходит к концу. Но, кстати, у Paid тоже будут хорошие новости. Они будут открывать IDO на Китай. Может быть, это даст такой новый толчок для развития цены токена Paid. Ну, в общем, все. Мое дело вас предупредить. Не берите на себя больше риска, чем можете себе позволить. И будьте осторожны. Спасибо. Увидимся. Пока. Продолжение следует...